все я на загрузке вот они мои полеты 1 2 3 4 5 6 7 пока 8 8 полет будет известно интересно то неустойчиво или нет похоже что да вот сейчас вот краном будем так и все загружать я расчехлился так все идет по плану все ребят загрузили закрылся вот так я их поставил вот это тут вроде бы все хорошо и держится и не задевает все нормально так что все должно быть хорошо так ребята все выезжая с выгруз загрузки свистит у меня ремень ну да бог с ним пусть даже свистит все есть выезжаем на проспект спокойненько едем дальше так ребята вот он петро дворец где я был с левой стороны здесь он сегодня опять таки же открыт я блин ну это класс такая шанс открыт поэтому я бы еще раз каишу там бы погулял но по времени уже никогда уже нагулялись уже надо ехать домой другие дела работать дальше продолжать и все в этом духе а с правой стороны вы можете наблюдать реконструкцию церкви получается вот она сейчас будет с правой стороны блин в автобусном церковь загородил все короче не увидели мы ну какую церковь ладно чё едем потихонечку соблюдая все правила нашего движения еду ребята я лога по каду авто 18 трасса напитывается поверх у меня это дс пласты развязки развязки конечно супер развязки классные правда погода как обычно у нас испортилась пошел дождь и все такое поэтому еду я себе аккуратно все ребята выехал я из города из питера все вроде нормально говорят правда где то есть пробочка ну ничего себе надеюсь сегодня хотя бы до твери или до новгорода до великого туда ехать потому что как бы тормозить тоже неохота тормозить тоже неохота тормозить поэтому поеду потихонечку а там видно будет до куда доеду доеду заправился ребята сколько 285 литров солярки это у нас заправка титан красненькая по 28 рублей солярка ну горят пост не знаю посмотрим по поездим на ней будет видно туалет душ прачка блин ну рановато рановато туалет нам душ и прачку конечно все радует но все радует но рано ну че я вшипс что-то брякать что-то брякать что-то подбрякивает ладно расскажу на старом посту кто есть там нет на конце обвязай на Москву это у нас новгородская область уже ребята великого новгорода область поэтому еду дальше хочу доехать до Твери за Тверь там где-нибудь уже встать и там заночевать так что еду потихонечку еду не спеша так что это будет с кем-то знаешь что это будет так что это будет вот так что это будет но вот так это будет Сейчас ребята будем заезжать на стояночку, так как я запарился ехать по ночи. Паркуемся, место нам покажут куда. Ребята, всем привет, сегодня уже утро, вторник, 19 сентября, я проснулся на стояночке, как вчера я заехал сюда, помулся вчера, побрился, покушал, все хорошо, все нормально, такая стояночка. Сейчас выезжаю на выезд и у меня есть вот чек, вот этот вот, это завтрак без оплаты, так и везде, в принципе, мы сейчас так сделали, то что заплатил 150 рублей и завтрак бесплатно, то есть 50 рублей завтрак стоит. Очень сложно просыпаться с утра, ну очень сложно просыпаться с утра, поэтому кое-как я проснулся и вот сейчас выезжаю, здесь надо ехать. Все, друзья, я пообедал, это было поселок Курское и поехал на выезд. Вернее, не пообедал, а покушал. Но у меня всегда кушание как обед, потому что я кушаю редко, но метко. Все, едем сейчас, наверное, буду уходить на 107-ю, перед Москвой, и там уже на 7-ку, и там уже домой. Поэтому вот в таком все духе, ребята, гоним потихонечку едем. Это уже Тверская область, где вот я сейчас еду. Чем ближе, ребята, к Москве, тем все больше и больше становится пробок. Вроде Солнечногорск, пробок-то не должно быть. Ну как, маленькая она? А она есть. Видите? Капец. Я не знаю, как дальше там будет. Это нечто. Москва этим свалится у нас пробками. Бешеными пробками. Вроде потихоньку двигаемся. Короче, ребята, свернул я на платную дорогу, похоже, блин. Е-мое, ну как же так, а? Я офигею нам. Вон они, терминалы. Придется платить, что делать-то. Сейчас посмотрим, куда стоит билет в один конец. Капец. Нафиг я сюда зарулил. Я в шоке. Далее вот такой билет. Выдается. Оплата на выезд. Ну вот, оплата здесь не написано, сколько. Вот, поэтому... Френово знает. На выезде будем оплачивать, что делать. Поедем по офигенской платной трассе. Никогда уже не ездили. Короче, 100 рублей, ребята, стоит проезд по 100 по платке. Нафиг он не нужен был бы. Ну, кто знал-то, кто знал, что здесь вот оплатка. Дали такой чек на 100 рублей. В общем, короче, еду дальше. Пользуясь случаем, ребята, заехал в город Софрино, где проживает мой коллега. Вот. И тоже человек-блогер. Вот. Это Женя. Или как его называют? Джек Дальнобой. Как он называется на канале. Вот. Ну, все остальное расскажу потом. Все, ребят, выехал я от Женьки. Кто знает его, тот знает его, кто не знает его, тот не знает его. В общем, блогер ездит на Мазе. Купил себе новую фуру. Ну, фуру новую, в смысле, новую Маза. Вот. И сейчас потихонечку на нем начинает двигаться и работать. А я еду по 107-й. Получается, на... Скажите мне, я скажу... На М7 буду выезжать. Волга. Трасса. Так, все, я на М7 в Волга. Еду по прямой. Впереди у нас... Владимир. Впереди у нас город Владимир. Потом Никлий Новгород. Потом Казань. Чебоксары. Ой, нет. Короче, да. Тут татария вся эта гребаная, короче. Вот. С этими весами, блин, непонятными. Ну, а потом Уфа и Челябинск. Скоро будем дома. Москвичи летят куда-то. Вот, видите, да, ребята? Куда они летят все? До моря, конечно. К семье, к детям. Так, как и все. Орехозуевский район, ребята, славный игрушками. Тут постоянно этих море игрушек. Вот еще увидим вот на левой стороне там. Там он есть. Так, сейчас. Где еще? Вот сейчас правой будет стороны. Вот. Вот, 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 вот. Вот они освещаются. Ай, тут куча. Куча всяких разных игрушек. Так что... Кто хочет домой игрушек, пожалуйста, идете с Москвы. У вас Орехозуевский район, а тут их вот, море. Просто кругом одни игрушки. Какие на выбор? Ну, правда, ценник не покупал. Я думаю, ценник у них нормальный, потому что, ну, я лично не покупал отсюда. Ребята, всем привет. Проехал я... Вчера останавливался на стоянке. Это город Держинск был. И сегодня выдвинулся потихонечку. Объехал сам город Нижний Новгород. И попал, получается, сейчас уже с Нижнего. Вот, иду на Казань. Пробочка тут небольшая. Там, как обычно. Вроде тогда светофор делаю, расстоял. Сейчас аварийка какая-то. Ну, объезжаем как-то по обочине. Вроде говорят, ну, не знаю. До дома мне 1327. Ну, 1327. Не будем брать мелочь. Вот. И поэтому... Навигатор мне показывает, типа, я завтра в 8 утра приеду. Ну, я-то так не приеду. Приеду, скорее всего, пятницу утром. Если, опять же, повезет, если я здесь не простою на этих пробках. Вот. Потому что чебоксары потом... Да весь Татарстан можно стоять там. В двух или в трех местах делают. Поэтому настаившись. Луськова, ребята, остановился вот возле магнитика семейного. Пойду покушать что-нибудь возьму. Вот Ман стоит. А я иду в магазин. Добрал, ребята, полный пакет. Вот. Так, взял помаленечку. Яблочек погрызть. Пару сырков там. Ну, в этом духе. Ну, что... Так, а в кафе, наверное, попозже заеду. Пока хочу кушать. Сейчас быстренько салатик перекушу. И поеду дальше. А там в пробках буду стоять грызть яблоки. Ребят, забыл еще упомянуть. Еду я по Чувашии уже. И про станки. Станки, что я загрузил, это с часового завода. Вот. Петергофе. И везу я на часовой завод в Челябинске. Вот. Это станки, которые производили... Это китайская какая-то делегация. И это производили... Эти станки делали в Питере часы под фирмой или маркой. Ракета и Победа. Это очень знаменитая такая марка. Она выпускается очень давно. Выпускала. Сейчас не знаю, правда, что с этим заводом. С этой ракетой. Но раньше как бы... Это очень известная была марка. И вообще... Популярная. Вот, ребят, хотел поговорить по поводу... Вот, еду сейчас по Чувашии. И вот такие вот названия поселков. Вот. Маркакасы. Маркуасы. Маркакисы. Короче, вот... Вот что-то на кака надо им. Как-то вот так вот о них называют. Странно, непонятно. Маркауши. Короче, аж смешно. Ну, правда. Это из какого-то как будто детского мультика. Такие названия. Я не знаю. Это из какого-то 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 какого-то.